Знаете, что круче, чем просыпаться в первый рабочий день с температурой 38,5 после таких громких новостей? Да, правильно, Фил Спенсер. Фил Спенсер круче, чем все. Я не буду сейчас пытаться изобразить какой-то адовый шок, потому что подобного рода новости, одна из крупнейших финансовых сделок в истории видеоигровой индустрии, в принципе, она долго не остается новостью. Вы все слышали. Про то, что Microsoft купил Activision Blizzard. Вряд ли вы этого ожидали, потому что из всех возможных новостей, которые я ожидал увидеть, ездя вчера в Сапсане, наверное, все-таки покупка Activision Blizzard, хоть кем бы то ни было, явно не находилась в топе этого списка. Не то, чтобы много компаний могли позволить себе 68 миллиардов долларов, но, скажем так, когда в прошлый раз подобное происходило с Denimax, за который Microsoft отдал 7 миллиардов, и тогда это казалось большой цифрой, то сейчас ты начинаешь понимать, насколько ты по сравнению с этими мировыми воротилами ничтожен. Но с другой стороны, ребят, ведь Фил наш человек, мы за него топим, правильно? Он же придет и порядок наведет. Ну, как сказать? Тут многое зависит от точки зрения. С точки зрения простых людей, таких как мы с вами, хуже уже быть в любом случае не может. Правильно, мы можем только расти вверх. Поэтому, если Фил, заработавший себе довольно неплохую репутацию за последние годы, и может что-то исправить, то мы его только поддержим. И, в общем-то, да, я с этим абсолютно согласен. Хотя, конечно, тут еще есть что обсуждать, но об этом немножко позже. С точки зрения инвесторов, это было просто замечательным решением, потому что акции, подскочившие в течение одной ночи 65 долларов за штуку до 84 долларов за штуку, или даже 86 на самом пике. Но это определенно хорошая новость для всех тех, кто купил на Дипе, потому что, как я это говорил множество раз, вам нужно покупать на Дипе подобные компании, они никогда не выведут вас в минус. Этого просто не случится. Потому что Activision Blizzard может быть, конечно, корпорацией зла, и Бобби Котик может находиться в черной книжечке Джеффри, фамилию которого, возможно, нельзя произносить и соображение монетизации, но знаете, что до тех пор, пока колда приносит сумасшедшие миллиарды долларов, вы в итоге все равно будете довольны. Чего не сказать об акционерах Sony, у которых ценность довольно-таки сильно просела. По-моему, где-то миллиардов на 20 рыночной стоимости общей, но об этом мы сегодня тоже поговорим. Но я бы хотел разобрать ситуацию, скорее, с реалистичной точки зрения. Что именно по-настоящему произойдет с вашими вот этими вот любимыми играми, которые последние годы чахнули в руках коварного Бобби Котика, который сам лично приходил к Джеллен Браку, не давал ему делать WoW Great Again? Ну, скорее всего, ничего не произойдет. Но вполне возможно, что что-то произойдет. Сейчас я объясню. Встречайте, невероятные команды, ответственные за легендарные франшизы Activision Blizzard, вступают в ряды семьи Microsoft Gaming. Это нам пишет лично Филл Спенсер и совершенно точно не его копирайтер. Но, в принципе, когда дело касается Филла, я даже готов в это поверить. Во что я не готов поверить, так это в то, что в своем списке известных вам тайтлов они упомянули StarCraft. Ну, спасибо, что хоть где-то его упомянули, я полагаю. Я, кстати, сам лично надеюсь в своих голубых мечтах на то, что Microsoft, как и новый спонсор всего этого мракобесия, больше не будет особо выделять бюджеты на никому нахрен не сдавшийся киберспорт. По крайней мере, в рамках WoW было бы неплохо. Я понимаю, что это видео наверняка сейчас смотрит большое количество фанатов МДА, все шесть из вас, но давайте смотреть в лицо правде. Это пустая трата времени, денег и, в принципе, ресурсов. Было бы неплохо отойти от нее куда-нибудь, но я отвлекся. Само содержание блокпоста от Филла довольно ожидаемое. Мы рады приветствовать Activision Blizzard в нашей семье. За последние десятки лет студии, составляющие Activision Blizzard, заработали себе просто невероятную репутацию, радость и уважение от миллиардов людей, которые играют в их выигры каждый божий день. О том, что всю эту добрую волю за последние годы они успели благополучно профукать, Филл, конечно же, упомянуть забывает, но это неважно. Мы рады приветствовать все эти студии, половину из которых вы не вспомните, но вот дальше начинается самая интересная микотка. До тех пор, пока транзакция не закроется, а закроется она, по-моему, если я ничего не путаю, где-то в районе третьего квартала 2023 года финансового, то есть пройдет еще достаточно много времени, Activision Blizzard и Microsoft Gaming продолжат заниматься своими делами независимо друг от друга. Как только сделка будет завершена, Activision Blizzard перейдет в мое распоряжение и будет отвечать передо мной, как перед генеральным директором и перед Microsoft Gaming соответственно. Вот эта вот фраза ввела многих в заблуждение, потому что первый вопрос, который возник, по сути, у всех, кто эту новость прочитал, что станет с Бобби Котиком? Ну все же мы помним Бобби Котик, правильно? Наше все. Замечательный и очень хороший человек. Все же вы помните Бобби Котик, правильно? Как не помнить Бобби Котика? Я имею в виду, сколько видео один только я про него снял, сколько раз его имя звучало в не самых благоприятных контекстах. Если так подумать, я не могу вспомнить ни одного благоприятного контекста, в котором оно звучало. Наверняка существует какой-нибудь очень классный фанфик с его участием, где он берет вашу любимую 3D-тянку и начинает подходить к ней грязно сзади, потому что это то, что он делает с игровыми франшизами по жизни. Что же в итоге станет с ним? Неужели нам удастся избавиться от этой раковой опухоли на теме видеоигрового гейминга? У меня для вас есть более-менее четкий ответ. Мы на 100% не уверены, но инсайдеры имеют сказать. А что я про 2D-тянок вспомнил, кстати? А, точно. У каждого же из вас есть любимая 2D-тян, дорогие мои. Может быть даже хун, признавайтесь, признавайтесь, я никому не расскажу. Однако, я вам скажу, что пора уже задуматься о 3D. Я, конечно же, про 3D-дизайн, скиллы, которые можно очень бодренько прокачать на курсах от онлайн-школы Contented. Это школа, где практикующие дизайнеры поделятся с тобой опытом и навыками, полученными в крупных компаниях. Главная ее направленность – дизайн, так что воды не будет. Сейчас Contented открывает набор на курс по профессии 3D-артист, специалиста, востребованного в геймдеве, в рекламе и в IT-индустрии. Согласитесь, начать 2022 год с новой профессии – это лучшее решение. На курсе вы научитесь создавать проработанных, уникальных и текстурированных персонажей, окружения, 3D-модели предметов и техники, или даже создать целую вселенную. Ну и с 3D-тянутой вселенной, естественно. В общем, человек нужный, творческий и с отличным заработком. А главное – начать можно прямо с нуля. Твои преподаватели – это топовые эксперты, работающие вместе с крупнейшими брендами. Ты будешь получать только актуальные знания, чтобы быть на волне современного 3D-моделирования. Ты сможешь работать в Cinema 4D, в Blender, в Maya, создавать персонажей или анимировать рекламу. А еще, что очень важно, ты сможешь наработать свои первые кейсы в портфолио по ТЗ от реальных заказчиков уже на стадии обучения. Это и станет отличным пропуском в профессию, ведь специалисты ищут по портфолио. А еще пройти стажировку в настоящей студии геймдизайна. Стало интересно? Тогда проходи по ссылке в описании, вводи мой промокод КУЛЬТАЗ и получай приятную скидку. Начни Новый год правильно. Вы должны понимать, как именно подобные бизнес-транзакции работают. Мне не нужно вам говорить, что 68 миллиардов долларов это большие деньги, но, может быть, мне стоит лишний раз вам напомнить, что когда речь идет про такие большие деньги, вы не хотите принимать поспешных решений. За следующие полтора года или сколько там эта сделка будет закрываться, очень и очень многое может измениться. Однако на данный момент, судя по имеющейся у нас инсайдерской инфе, вроде как Фил и Бобби договорились о том, что Бобби из компании свалит мирно, после того, как она перейдет в распоряжение Филы, соответственно. И это имеет смысл. Потому что, если ты выкупаешь компанию, репутация которой была невероятно запятнана за последние годы и особенно за последние месяцы, в том числе благодаря имени Бобби Котика, также известного как самый высокооплачиваемый и самый ненавистный генеральный видеоигровой директор, наверное, за всю историю видеоигр вообще, то оставлять его для тебя большого смысла не делает. Иначе тогда нахрена тебе вообще эту компанию покупать. Помните, как пару месяцев назад, или даже меньше месяца назад, я, на самом деле, не помню, когда уже это точно случилось, по-моему, все-таки где-то в декабре, да, когда на очередной скандал Фил заявлял, что они с Майкрософтом будут пересматривать взаимоотношения двух наших компаний. Ну вот пересмотрели и поняли, что оно стоит примерно 68 миллиардов долларов. Ну то есть неплохие у них отношения, неплохие, ничего не могу сказать. Эта инфа, однако, не подтверждена. И тот абзац, который я вам только что зачитал, умышленно был сформулирован размыто, чтобы, может быть, намекнуть вам на веру в лучшее будущее, но в то же время ничего не обещать. Мне особенно нравится, что сам папочка Бобби открещивается, всячески говорит, что нет, нет, конечно же, решение продать нашу компанию за 68, сука, миллиардов долларов никаким образом не связано со скандалами, которыми нас гнобили последние месяцы. Проблема в том, что, ну, у нас очень много отложек, игр, короче, мы не успеваем выпустить Overwatch 2 к сроку, Diablo 4 к сроку, и каким-то образом все вот эти вещи привели к тому, что мы продаем компанию. И кто-то, может быть, логично предположит, что Бобби Котик, конечно, являясь генеральным директором, но все-таки не является единственным принимающим в компании решение человеком. Также есть еще совет директоров. И вполне возможно, что после недавних событий он в совете директоров немножечко потерял в авторитете. В конце концов, как авторитетный и очень высокооплачиваемый гендиректор, он наверняка пытается сохранить лицо для того, чтобы другие компании, не простые люди, нет, ему плевать на простых людей, для того, чтобы другие компании, в которые он в итоге, конечно же, перекатится, не думали о том, что его оттуда выперли, да, что он типа сам ушел на своих собственных условиях. Ну и, в принципе, да, можно так сказать, потому что свои выходные пособия он получит. Оно может достигать где-то в районе 300 миллионов долларов или около того. И в конечном итоге Бобби победит. Давайте сразу обозначим самое главное, потому что нам, конечно, как простым людям, очень приятно думать о том, что справедливость восторжествовала. Как же хорошо, думаете вы, хорошо, что эта раковая опухоль получает по заслугам. Вот, и по нему, по нему наконец-то зазвонил колокол. Да нет, не зазвонил, с ним все будет абсолютно прекрасно, с ним все будет хорошо. У него огромный, невероятный капитал, который стоит гораздо больше, чем все ваши жизни вместе взятые. И я вижу только два пути развития событий. После того, как он свалит, он либо больше никогда в жизни не будет работать и тусить на своем личном острове на яхте с кучей женщин, либо он просто перекатится в другую гигантскую компанию и будет доить ее примерно так же, как он доил Activision Blizzard. Для людей вроде Бобби Котика ничего не меняется. Сколько бы скандалов они не встретили, что бы с ними не случилось, все останется на своих местах. Все вернется на круги своя. Единственное, чему мы можем радоваться потенциально, это тому, что, может быть, наши любимые игровые франшизы станут немножко лучше. А вот станут ли лучше и в каком именно виде они могут стать лучше, вот это уже вопрос хороший, на который однозначного ответа дать не получится. Я думаю, есть два ключевых пункта, которые людей сейчас парят больше всего. Первый пункт — это Sony. Что будет с Sony? Не просто так у них акции упали на процентов 20 за одну ночь. Они прямые конкуренты, и, естественно, одна компания напрямую влияет на другую. С этим никто спорить не будет, я уверен. Неужели франшизы, которые принадлежали Activision Blizzard, больше никогда не увидят свет PlayStation 5? Ну, я так не думаю. Заявление от главных действующих лиц по этому вопросу, конечно, нужно, как всегда, читать между строк, потому что они ничего конкретного вам ни за что не скажут до тех пор, пока не будет уже поздно для вас, а не для них. Но у нас есть два заявления от Фила, которые я смог найти. Первое — Microsoft планирует продолжать поддерживать некоторые из франшиз Activision Blizzard в качестве тайтлов, выходящих на PlayStation. Эти комьюнити там останутся, однако некоторый контент будет эксклюзивным и для Xbox тоже. Какой контент, мы пока что точно не знаем. Есть еще одно заявление. Я скажу так, говорит Фил, есть большое количество аудиторий, которые наслаждаются играми Activision Blizzard на платформе Sony. Мы не собираемся заставлять эту аудиторию перекатываться на нашу платформу, и это не изменится. В ближайшее и, видимо, в дальнейшее время тоже. Что на самом деле Фил здесь имеет в виду? Он имеет в виду, что те франшизы и те игры, которые уже сейчас на платформе Sony есть, а также колда, скорее всего, продолжат там оставаться. Что касается новых проектов, я бы не стал на вашем месте рассчитывать на лучшее будущее. Microsoft, и это сейчас, кстати, шокирующая информация, будет приготовить Microsoft, будучи гигантской корпорацией, заинтересована прежде всего в том, чтобы зарабатывать бабло. Как именно она это будет делать? Доброй волей своих пользователей? Доброй волей чужих пользователей, может быть, которые подумают перейти на ее консоль? Это зависит целиком и полностью от конкретного случая, а именно, что вы потеряете и что вы приобретете. Если мы говорим про франшизу вроде Call of Duty, например, то те потери, которые они понесут, не продавая ее на конкурирующей консоли, не оправдаются той аудитории, которая потенциально купит ее на вашей консоли. Здесь, правда, можно вынести такой аргумент, что люди, которые захотят поиграть в Call of Duty, если их заставить, то они в любом случае перекатятся. Но что насчет нормизов, которые могут просто пойти и поиграть во что-нибудь другое, которые могут на что-нибудь другое потратить деньги? Ну, вы понимаете, о ком я говорю, да? Которые, конечно же, идут на волне хайпа, но если вы прервете их импульс таким образом, и они решат, что просто не хотят заморачиваться, или у них не будет Xbox, или у них не будет достаточно хорошего ПК на тот момент, и все, что у них есть, это PlayStation 5, а на PlayStation 5 раз колдая не выходит, то они могут в итоге от вашего продукта просто отказаться. Я думаю, что здесь Microsoft будет с подобными франшизами, по крайней мере, поступать так же, как они поступают с Майнкрафтом. На всех платформах есть, пожалуйста, играйте ни в чем себе, не отказывайте. На мой взгляд, это абсолютно правильный подход. Я думаю, что то же самое у них будет с Elder Scrolls по тем же самым аргументам. Что же касается чуть менее гигантских блокбастеровых франшиз, которые собирают миллиарды долларов, то тут уже вполне возможно, что они перекатятся эксклюзивчиком на Game Pass, потому что Game Pass продавать все-таки надо. Кстати говоря, интересные вопросы я слышу. Значит ли это, что Game Pass расширится теперь не только продуктами Activision Blizzard, но еще и какими-то их сторонними микротранзакционными штуками? Подпиской на WoW, например. Будет ли подписка на WoW включена в Game Pass? Учитывая то, что WoW это исключительно ПКшная тема, то почему бы и нет, я имею в виду. Может быть, это будет какой-то Ultimate пакет, за который нужно доплатить немножко больше, там еще сверху какие-то плюшки получить. Но об этом мы пока что точно ничего не знаем, здесь мы никаких выводов говорить не можем. Хочу, кстати, сразу разочаровать сторонников Sony, к которым я тоже технически отношусь, потому что PlayStation 5, поверьте мне, запускал гораздо больше раз, чем Xbox Series X, а именно несколько десятков раз и два, с тех пор, как я их приобрел. Но антимонопольная служба США в этот вопрос лезть не будет. То есть, да, технически нужно сейчас получить ее одобрение, перед тем, как сделка, наконец, начнет подписываться активной той и другой стороной, и на это уйдет какое-то время. Но я вам прямо сейчас могу сказать с 99,9% вероятности, они скажут, да, нормально, нас не парит, все хорошо. Почему? Ну, наверное, потому что Microsoft, будучи гигантской корпорацией, готовая отдать за Activision Blizzard 68 миллиардов долларов, она, скорее всего, знает, что делает. Скорее всего, они продумали все свои шаги наперед на ближайшие пару лет. Скорее всего, у Microsoft и из всех возможных корпораций есть связи в государстве, с которыми можно связаться и уточнить этот вопрос, стоит ли нам во всю эту тему ввязываться. На что государство им отвечает, да, конечно, пожалуйста, нам-то какая разница. Я вообще не помню, когда последний раз антимонопольные службы реально выносили отрицательный какой-то приговор. По-моему, что-то такое было с провайдерами чуть ли там не в 90-х годах, реально уже очень-очень давно. Как бы это странно ни звучало, но антимонопольные службы ничего против не имеют монополий. Все нормально, пацаны, можете не париться. Так что, ну да, извините, извините, ребят, если вдруг кого расстроил, но реальность вообще зла. Мне в этом плане, кстати, нравится тег Джейсона Шрайера. Несмотря на то, что монополии это определенно плохие новости для видеоигровой индустрии, да и не только для видеоигровой, а для любой индустрии, у которой есть элемент клиентоориентированности, потому что клиентоориентированность от монополии всегда страдает, но я отвлекся опять же. Эта покупка вполне себе может привести к положительным воздействиям на Blizzard, как с культурной, так и со стратегической точки зрения. Под Activision, каждая игра, производимая теми же Blizzard, например, должна была быть миллиардно-долларовой франшизой, гигантским блокбастером. Ну, не каждая, я имею в виду, потому что ремейки Тони Хока про скейтера есть, и Спайера есть, и Крэш Бандикут есть, но ладно, я имею в виду, наверное, тут имеются в виду именно большие франшизы от того же Blizzard, да, типа там оверводчика какого-нибудь, который, если бы он не был с таким потенциалом, то они бы тупо не стали его делать. Под Xbox это вполне себе может измениться. Он описывает второй пункт, о котором я говорил, насколько именно игры могут стать лучше и могут ли вообще. Я думаю, что да, но не напрямую, а скорее косвенно, потому что то, какие стандарты начальство ставит перед исполнителями, перед студиями, которые в итоге эти продукты будут делать, и не просто делать, а делать их еще и прибыльными, они вполне себе могут снизиться. Вы должны понимать, что есть причина, почему тот же самый World of Warcraft, это пример, который мы будем обсуждать, потому что он мне лично, например, больше всего близок, да, многие из изменений, которые в игру вводились за последние несколько лет, нацеленные на увеличение монетизации, они были вызваны не совсем начальством Activision, они не были вызваны лично Бобби Котиком. Бобби Котик лично не приходил к Джейлен Браку и не говорил, что тебе нужно оставить в игре этот инфоржинг, тебе нужно вводить еще 10 донатных маутов, там, 5-е, 10-е, это не так работает. Я более чем уверен, что Бобби Котик лично заходил к Джейлен Браку, если уж вы хотите эту метафору использовать, и говорит ему, Джей, смотри, какая тема, к концу данного квартала у нас на столе должна быть определенная сумма денег, мне плевать, откуда ты ее возьмешь, какими образами ты ее будешь доставать, правдами, неправдами, репутация, нерепутация, это вот лично не мои проблемы, короче говоря, чтобы к обозначенному времени столько-то миллиардов долларов было у меня на столе, давай, давай, братишка, работай. Скорее всего, происходило так, а потом уже компании-исполнители, которым ставили такие высокие стандарты, принимали не самые выгодные для нас игроков решения. Я думаю, вы можете вспомнить пример самостоятельно, потому что у каждого он будет свой. Это, конечно, не оправдывает Blizzard полностью, да, потому что не самые лучшие геймдизайнерские ходы в игру вставить, в конечном итоге решение принимает геймдизайнер, да, это именно их нужно винить за то, что они выставляют себя со стороны некомпетентных людей, которые не играют в свою собственную игру. Однако, если запросы, финансовые запросы со стороны Майкрософта понизятся, они будут более резонными, и, в принципе, давление со стороны нового начальства по отношению к исполнителю будет меньше, то это вполне себе косвенно может привести к улучшению продукта. Я со своей точки зрения скажу так. Майкрософт, на мой взгляд, за последние несколько лет зарекомендовал себя как компания, которая, а, учится на своих ошибках, ну, в видеоигровом плане, по крайней мере, и, б, компания, которая работает в долгосрочку, потому что система в духе геймпасса не могла бы работать, если бы Фил не продавал ее как что-то, что принесет доход в будущем. Это что-то, что позволит нам собрать массивную клиентскую базу. Это что-то, что заработает нам лояльность аудитории. И именно лояльность аудитории через несколько лет, не в прям суперобозримом будущем, но в достаточно обозримом будущем, в будущем, до которого вы, мои дорогие инвесторы, доживете. Это принесет нам гораздо-гораздо больше доходности, чем мимолетные попытки заработать бабла прямо сейчас, чем Activision. Под Бобби Котиком занимался. Вы мне не верите? Ну, ребят, у меня для вас есть свежие новости. 25 миллионов подписчиков на геймпасс насчитывается на данный момент. Об этом они сообщили все в том же самом пресс-релизе. 25 миллионов человек — это довольно-таки, сука, много человек. Может быть, не так много, как у Disney+, с Netflix какими-нибудь, но, с другой стороны, еще не вечер. И, определенно, стратегия Фила Спенсера работает. С этим просто невозможно спорить. Они возвращают себе лояльность своей аудитории, особенно после того фейла, который их постиг во время начала поколения Xbox One. И я думаю, мне не нужно напоминать вам, насколько у них все было плохо, когда они вам поясняли, что нужно, очень-очень важно, чтобы у вас всегда была подключена вебка к вашей консоли. У многих до сих пор остался поганый вкус во рту, но Фил определенно спасает ситуацию. И подобные решения, ну, как минимум, ей не повредят. Даже сами работники компании относятся к этому решению с оптимизмом. Не относятся с оптимизмом к новости о том, что Бобби Котик получит очень большое выходное пособие. Но я думаю, что даже если бы Фил хотел что-то с этим сделать, может быть, я имею в виду, он в конце концов тоже человек, да, у него тоже есть какой-то моральный компас, я не думаю, что он мог бы, да, потому что это же вопрос законности. Все это было прописано в контракте Бобби Котика, и что бы с ним ни случилось, он всегда знал наперед, что он выйдет из ситуации победителем. Буквально лучшее, что мы, как простые люди, можем предпринять, это просто сказать пока, просто не думать об этом, да, а думать о хорошем, о том, что он в итоге выйдет победителем, ну, добро пожаловать в реальную жизнь, здесь так бывает. Однако, что я скажу, что я скажу, еще из хорошего, вот в контексте всех этих скандалов, которые Activision Blizzard настигли за последние месяцы, может ли в лучшую сторону что-то измениться здесь? Я думаю, с гораздо большей уверенностью, чем по предыдущим двум пунктам, да, я думаю, что можно. Печатная пресса, конечно же, моментально подтянулась, Microsoft теперь напрямую в ответе за то мракобесие, которое творит Activision Blizzard, и я думаю, что Microsoft тупо не будет все это терпеть. В отличие от начальства того же Blizzard, которое еще недавно по-братски относилось к неудобным кадрам, которое в лучшем случае потиху их выгоняло, как было с Алексом Афросяби, а скорее всего просто, ну, так говорил, знаешь, что давай не слишком сильно возникай, пока шумиха не уляжется, нам проблемы лишние не нужны, а так иди, иди обратно работай, ну, камон, мы же братья, мы же пацаны. Я думаю, что Microsoft не из тех компаний, которые будут терпеть новости о том, что у женщин на рабочем месте в Blizzard воруют грудное молоко. Скорее всего, они будут относиться к этому гораздо более серьезно. Ну, думайте об этом так. Если бы они не стали относиться к этому более серьезно, то какой смысл было бы тратить на эту компанию 68 миллиардов долларов, учитывая то, в какой заднице сейчас находится ее репутация? Если вдруг подобные проблемы продолжат возникать, то я верю, что лично Фил, вот лично Фил, сам придет в офисе Blizzard, положит, так сказать, руку на стол с характерным звуком и скажет, кто виноватый. Все пальцем покажут, ну, вот тот чувак, вот он провинился. И он ему в ответ на это скажет, пошел нахрен из моей компании, чтобы духу твоего здесь больше не было. В это я реально готов поверить. Ну, я, конечно же, шучу про то, что Фил это будет делать лично, но именно общий средний менеджмент, который будет Филу подвластен, который потом будет в итоге перед ним отвечать лично, вот он об этом точно позаботится. Скорее всего, подобных, именно подобных скандалов мы от Activision Blizzard, если еще и услышим, то в течение следующих полутора лет, пока сделка будет закрываться, а вот потом, ну, скорее всего, уже нет. Однако это не значит, что репутация Blizzard внезапно вернется туда, где она была еще 12-15 лет назад, когда все в них просто души не чаяли. Этого не произойдет, потому что, ну, все отцы основателей из Blizzard уже свалили, и этого исправить не получится. Они уже давно занимаются своими собственными компаниями, и единственное, по сути, ценное, что у Blizzard осталось, это ценность их собственного бренда, которая все еще существует, и ценность их франшиз. По темпам разработки ничего, скорее всего, не изменится, потому что, опять же, для того, чтобы сделка вступила в силу, понадобится еще как минимум полтора года, до тех пор, пока Microsoft не смогут что-то с Activision Blizzard сделать. Сейчас у них таких прав и полномочий нет. Сейчас они не могут нагнать туда побольше народу, поменять команды с людей, которые не играют в свои собственные игры, на людей, которые играют в свои собственные игры. Поэтому, скорее всего, и Diablo 4, и Overwatch 2, из первых, которые мне в голову приходят, они останутся там, где были, и выйдут примерно в то время, на которое сейчас идет расчет. То есть, в районе 2023-2024 годов. Что же касается уже мертвых франшиз, типа Ходса, типа Старкрафта, хочется верить в лучшее, да? Хочется верить, что, может быть, в Microsoft, выше менеджмента сидят настоящие фанаты, которые, ну, были бы не против увидеть Старкрафт 3, может быть, или что угодно со Старкрафтом связанное. Может быть, они были бы не против вернуть к жизни Ходс, просто в этот раз держать его на пушечный выстрел, на 10 пушечных выстрелов подальше от киберспорта. Как он должен был быть с самого, сука, начала, потому что Heroes of the Storm и киберспорт это две вещи, которые друг с другом ни в коем случае не должны сочетаться. Если вы со мной не согласны, то посмотрите, где он сейчас, его туда привело именно оно. Этого мы, к сожалению, пока что не знаем. А узнаем теперь уже где-то во второй половине 2023 года. На данный момент такие вот новости, и такие вот у меня есть предсказания. Какой вывод я могу сделать? Скорее это хорошо, чем плохо. Потому что, опять же, хуже быть уже тупо не может. Это, скорее, хорошие новости, потому что, ну, я знаю, я слышал, например, такие тейки, что, мол, вот Фил говорит, что монополия это плохо, что у клиента должно быть разнообразие, клиента ориентированность, а в итоге берет и монополизирует всю индустрию. Ну, ребят, компании прежде всего существуют для того, чтобы зарабатывать деньги, и монополии лично компаниям выгодны. Потому что чем меньше выбора у клиента, тем больше вероятность того, что он пойдет в итоге к тебе. Я, если честно, не помню слова Фила конкретно про то, что монополии это плохо, в конце концов. Но знаете, что я вам на это скажу? Пока что, вот из той репутации, которую Microsoft вокруг себя за последние годы сложил, пока что у меня нету каких-то оснований не доверять им, или, может быть, говорить, что при них будет хуже, чем было. Хуже, чем было у Activision Blizzard, быть просто уже, сука, не может. Пока что Microsoft рекомендует себя исключительно как клиента ориентированная компания, которая дает вам замечательный сервис, и очень выгодный сервис с Xbox Game Pass'ом, как говорит вам количество подписчиков, я имею в виду, цифры не врут, компания, которая, в конце концов, выпустила Halo Infinite на ПК. Я имею в виду, они могли бы ее удержать на Xbox серии XX, чтобы вы купили себе Xbox с большей вероятностью, но они этого делать не стали. И Halo Infinite в итоге вышел вином, ну, то есть положительных новостей про него слышно гораздо больше, чем отрицательных, за исключением спорных пунктов про монетизацию, но, опять же, гораздо больше положительных вещей о нем слышно. И как бы все у них хорошо, у Майкрософта все хорошо. Лично я, как минимум, хочу дать им шанс. Но о том, стоило ли оно того, мы узнаем уже в следующей серии. А вы, мальчики и девочки, молодцы. Вы молодцы, что досмотрели видео до конца, что подписываетесь на канал. Я рад выходить из отпуска с температурой, но все-таки со свеженькими и очень горячими новостями, в которых вы хотите разобраться. Надеюсь, что я вам в этом немножечко помог. Я сегодня был чуть поспокойней. Соображение здоровья. Надо бы быть поспокойней, в принципе. Подписывайтесь на канал, лайки с комментариями ставьте. Вы знаете, как каналу помогать развиваться. Спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки по жизни. Люблю вас.